Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Файв и карьера в Дотал Клуб Менеджер 2005 за московский ЦСКА. Зайдя сегодня в игру и начав записывать эту серию, я обнаружил глюк в своей игре. Мне стало больше денег. Я не знаю как это произошло, впервые такое. Какие увеличилки я не применял, потому что мне не интересно играть. Поэтому, честно в шоке. Так, сегодня у нас дреби со Спартаком. Мы помним, и я хотел найти кого-то на правом планке. Тут уровень, в принципе, нам так вот. И не особо старый. В нашем случае это где-то вот так. Паулову ставим и смотрим, что. Тоже смоделированный футболист. Эл Миллер. Лиа и Лиа Миллер. Я знаю как. Лобус. Дохер те бонус сайл 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 сайл. Эл Пипер. Ну вот. Это те, кого можем подписать. Это те, кого мы не можем писать. То есть, мы выбираем. Честно, почему у них такая разница. Да нет, не созданы. А это странно. Посмотрим. Посмотрим. Так. Из крутых. Ну вот, в принципе, можно. Опять-таки смоделированный футболист. Но у нас это не особо волнует. О, Джеймс Миллер. Который сейчас играет в Ливиарпуле. Филиппа Тейшер. Ну да, он смоделирован. Опять-таки. Ну, в принципе, можно его подписать. Алан Занэ. Тоже смоделированный футболист. Александр Расси, напомните, он в Зените играл. Да, прикольно. Он может на набор вкладах действовать. Универсальный футболист. Но все-таки я склоняюсь. Вот. Кусунге. К нему. И вот к этому парню. Двенадцать и три. Да даже не знаю, кого. Дайте Кусунгу подпишу. Ну, пока. Да, у нас денег много, но мы предложим два миллиона. И вот насчет Розина я тоже подумал. Хотя. Одиннадцать восемьдесят шесть за него бросит. Охренеть. Да, даже при таком сумасшедшем бюджете. Посмотрим все игроки, которые. Наверное, понятно. А если мы вот так сделаем. Эванс. Савиала. Сто пятьдесят миллионов. Он в аренде. Он принадлежит Барсе. Вот Давид Виллия. Пожалуйста. Тридцать семь миллионов. Это он. Да, Нуза. Вот Джокариев. Если кто-то помнит этого норвежского футболиста. Здесь он в Станбуле. Вагнер наш. Златан Абрагимович. Вот этот парень, кстати, неплохо развивается. И. Можно его взять на заметку. Неплохо еще играет в карьере. Сейчас только найти его. Это сгубивший свою карьеру. Румынский нападающий Адриан Муту. Настоящий голеодор. Я вот играл, кажется, с Каней сразу смог подписать. Очень мучился. Но потом, когда смог, он мне приносил очень большую пользу. Да, я уж не вижу пока. Сосау или какао, кто как хочет так и назвать. Нет, что-то мутал. Так. ЛП. О, Лестер Сити. Адриан Стэк. Ну, я честно такого не знаю. Арин Робин. Пэдерсон. Тоже потом свободным агентом будет, скорее всего. Так. Атакующий. Холланд. Крис Холланд. Я не знаю такого. Макларен. Тоже, скорее всего, да, смоделированный футболист. Ну, Рональдиня круто. Он не пошел бы к нам в Карвалью тут. Гюк Денис, Карденис, пожалуйста. Капитан Рубина. 24 года ему в трансфоре. Как бы, когда вот первым играешь, первым временем играешь, ты особо Стивен Джерард легенда. Ты не особо смотришь на возраст футболистов и, по сути, подписываешь, да, всех. А когда уже более так отчетливо начинаешь разбираться, уже, конечно же, подписываешь более избирательно. На РВБ, вот на этой позиции, конечно, уже не менее интересен. Вот этот парень, пока не особо интересный, но потом он вырастает в очень классного футболиста. На РВБ тут как-то не особо кого-то. А вот среди голкиперов вот этот паренек очень перспективный. Дело цена там до сотни миллионов доходит. Игорь Кенхвеев, несомненно. Но тут, в принципе, большинство российских голкиперов, они так или иначе перспективны. Так, что у нас? Ага, Андрей Аршавин не может играть. Поэтому, поэтому, поэтому. Ну что, Милош, Карасич, пришел то время. Настал твой шанс. Теперь на второй тур. Первым, помним мы. Сыграли в ничью. Ну что ж, начнем. Что-то типа этого. И мы пока обыгрываем московский Спартак. Давайте выпустим Рома Еременко. Дадим ему шанс. Оливера Коуна. И так пока оставим. 0-3 заканчивается. Дерби. Подольский. Акауна. Карвалиум. Таблица. Мы на четвертом месте четырьмя очками. На первом месте локомотив. Ероша, Куайман, Акинфеев. Так. Слава Богу, у нас нет ни удаления, ни травм. И мы... Да, вот видим, что Рональде не отклоняет предложение ЦСК. Кстати, знаете, что... Так. Давайте вот поищем неплохих футболистов в первом дивизионе. Там можно найти молодых, перспективных, не очень старых. Вот так. Только вот так делаем. 25 выбрать. Ну, Роман Герус нет. Антон Тетерин, кстати. Добавим. Вартан Мазалов. Его тоже можно, в принципе, добавить на перспективу. Он тут неплохо качается. Опять-таки... А он, скорее всего, даже может быть бесплатно. А, нет. Тоже такой перспективный вратарь. Из... Каэнергии, Хабаровск. Бугаков... Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Человек... Да нет. А почему он не хочет к нам переходить? А, ну, поэтому типа, что-то там разрушил бы. Это Александр Гарин. На самом деле Александр Техновецкий. Тот, который курил марихуаны. Потом был дисквалифицирован на какое-то время. Максим Соколов тоже перспективный голкипер. Большинство таких голкиперов первого дивизиона их покупали команда Премьер-Лейбер. В этот раз ну, что-то странно. Дима Голышев. В принципе, можем его тоже. Ему 18 лет. Вполне перспективный у него параметр. Олег Кузьмин. Тот, что сейчас в сборной России вызывается. Что-то как-то я ошибся, но Шамил Лахьяов. Что-то как-то ничего. Продолжим. Молонос конфекционный ответ на матч с Динамикой. В первом матче мы победили 9-0. Так, раз пошла такая пьянка, можно было бы купить офигенных футболистов типа 500 тысяч нам скинули. Особо крутых я не буду покупать. Трать при этом большущие деньжища. Я хочу развить молодежь. хочу развивать молодежь. Для этого мне нужно развивать лагеря. Да ем мая. 35 пойдет. Супер. Что мне для этого нужно? Чувак переходит на команду. Так. Клуб. Блин, я вот сейчас персонаж, персонал. Может хотя статью увеличить. А, я наверное понял. Команда за лагеря. Да. Вот и смотрим. вот мы будем строить. И сам главный Киев есть, а украинской линии нормально сделанной нет. И вот таким вот да, мы потратимся нифигово на это. Но таким образом развивать молодежь. Сразу говорю, вот эти делаете, вы смотрите за день появились, поэтому не могу это себе позволить. А так определенный момент это такие расходы. Это помню, я это сделал. Проходит там сколько-то месяц, наверное, туда-туда-туда-туда. Я там чуть-чуть на 50 миллионов ушел в долги. А я планирую, ну вот видите, 30 миллионов. А я планирую купить все мои планы. Пошли на смарку, сохранимся. так, клуб парово стадиона мы не можем у нас на 30 до 800 и поэтому 30 на и поэтому я бы хотел можно вообще на 120 тысяч 152 миллиона ну это же потом все можно изменить да да все это можно потом изменить у нас отбавилось денег ну у нас будет офигенность на 120 тысяч человек так младежные молодые футболисты придут не сразу парк сезончик уберется потерпеть но там будут перспективные люди с рейтингом 7 это примерно так вот так а что если ну сейчас не можешь играть даже не было ничего внесено заявку жирков жирков слева сыграет красть справа пускай играет каон чейди логия допускай даже слева собирает богдан шершу давайте такое собрание не вайман придется доверить так феррера так вот ну я считаю что мы победим и алдоним вместо ярошек что нас кстати это список мерзач карат список к так кого я хотел то все может так я покажу одну вещь нажимаем статистику здесь показывается тут зависит от того что откроется пожалуйста последний матч холл славы это обычные игроки которые что-то сделали пока нету будете выигрывать игроки национальная вот видите это сборная а вот это рейтинг команд нет подождите а вот пятилетняя оценка это показывается рейтинг не знаю как правильно то есть это команды то есть когда играет лига чемпионов лиги европы тут на скобу хуи фа набирает очки и вот рейтинг хуи фа кажется правильно называется и вот мы сейчас находимся на 21 месте пока еще но ничего толком нет видите статистика по годам и нас кидает на 22 место то есть мы будем выигрывать набирать очки это пока предположительное место вот андорр как была на 52 так и будет на 52 вот национальная сборная это показано 15-летний футболист то есть примерно можем уже кого-то подмечать видите за сборную 17-летних выступает и вот зенит 16-летний паренечек который может уступать на неплохом уровне так 19-летний он у нас вот Алик Иванов из Москва Спорт Спорт ТОЖЕ В ПРИНСИПЕ перспективный паренек Сергей Бреев не хочет пока он не хочет Дмитрий Головин Александр Демитко так а молодежная сборная 21-летняя Галуф Хомич Сычев Донишевский Хорошил Немов Самедов Быстров Виктор Болихов и основная команда Текал я вызывал то есть вот такая штука так новости календарь сохраняем все и играем матч ну все правильно да я просто затупил 2-1 выиграл ничего терминального нету так вот наху 9 оценка неплохо играет парень 7-2 7-2 7-2 Калдонин Кириченко Алдонин Кириченко Ерошик Нахушев мы прошли смотрим на группу Valencia Eventus Paris Saint-Germain Станбул да пассажир тут еще не мейнстрим сами видите ну вот Man United PSV Monaco и мы единственные представители остальные играют в кубке FIFA у них еще не прошло поэтому понятно на Луне получил травму оплата спонсора сохраняемся для цены матч против торпеды закроем трансфер на окно и на сегодня на этом будем наверно прощаться так команда формация карвалию Ерошик давайте проверим парня Лукаш Подольский Тимур Тимур Митоков Аршевич так Аршавин у нас же еще Андрей Аршавин Аршавин самое поганый тут думать перед каждым матчем кого оставить а кого с заявки убрать надо все просто кто думать Кириченко Нерянка 3.0 после первого тайма всем все многое становится понятно дайте чего выпустить 3.0 так и заканчивается Вагнер, Ерошек, Семара, Вагнер Ерошек травм получает на первом месте надолго 4 дня, слава богу слава богу 4 года в шестих играх Владимир Маминов переходит на скользкий спартак это интересно ну вот проходим сейчас закончится трансферное окно оно будет закрыто но при этом можем подписывать футболистов они придут после открытия трансферного окна делаем заявку на лигу чемпионов так так да, остальное тут и сложное пускай мне никто не обижается но еще двоих я что затоплю туда вот так тогда вот так вот оставляем смотрим на рейтинги лучший игрок это Ерошек Дмитрий Чеснок в общем это отмечает только обычный враг игроков молодежи молодого никак не отмечают у нас здесь нет поэтому хотят встретиться по поводу Киличенко следующий матч в какой-то мере тоже дерби с московским Динамом и Алексей Ваймон снова тоже в строю ну собственно говоря вот так вот получился у нас сегодня выпуск мы провели дерби с московским Цибротоком подписали новичка и удачно прошли в групповой этап лиги чемпионов на сегодня это все был с вами Андрей Фаев подписывайтесь на мой канал комментируйте мое видео ставьте лайки пока-пока